говорит москва московское время это я твой хлеб отнимаю говорит москва московское время 19 часов 37 минут в эфире вострецов лайф да сегодня у нас так сейчас я подключу микрофон поближе все случилось окей все прекрасно есть звук слышно есть и видно это очень хорошо добрый вечер так и почему экран смотрим сюда смотреть добрый вечер дорогие друзья у нас сегодня очень необычный эфир потому что такого я еще не проводил поэтому у нас небольшие такие задержки раньше все было онлайн мы были в картинках разных картинках с приглашенными гостями сегодня я решил прийти в студию к Станиславу Стрелкову мы находимся здесь у него в студии в рабочей студии в которой он работает в которой он преподает потому что Станислав Стрелков это не только известнейший актер дубляжа но и в то же самое время преподаватель который готовит прекрасные великолепные голоса которые звучат потом из телевизоров из киноэкранов озвучивая замечательных персонажей в разных художественных фильмах про них мы поговорим потом чуть позже с вами вернее Станислав о них расскажет явно есть люди которые не желают у тебя гордость конечно когда оставника и это немало это очень хорошо в общем друзья еще раз позвольте представить Станислав Стрелков мой хороший друг коллега сегодня мы поговорим о дубляже в жизни жизни в дубляже потому что так или иначе я даже сам по себе знаю ты хочешь не хочешь особенно если человек в профессии постоянно в жизнь она вылезает так или иначе совершенно верно да потому что мы начинаем что-то говорить или сами с собой хорошо Станислав я рад тебя видеть спасибо большое что ты согласился сегодня со мной встретиться хочу поговорить услышать твою историю потому что история становления любого творческого человека она всегда интересна я знаю что ты так ты закончил гитис я закончил в гиг в гиг мастерскую Сергея Федоровича Бондарчука это было в далеком восемьдесят девятом годе понимаешь я даже не помню но в 1900 в 1800 в те времена когда не было еще ни железных дорог это из толстого да да я закончил окончил в гиг и поступил на службу на киностудию горького в принципе там же прямо там же через забор а она тогда слыла кузницы дубляжного искусства советской эпохи но поскольку я закончил накануне окончания к сожалению увидание этой эпохи развала советского союза чего уж тут как бы скрывать эти события исторические тем не менее вот этот мостик от под мосток в гиковских до собственно экрана буквально через забор все это произошло я начал и сниматься и как штатный актер а меня взяли в штат должен был озвучивать фильм чего это интересно извини пожалуйста раз тебя перебью потом потому что тут рассказал такую очень интересную историю многие молодые актеры закончив театральный институт они как-то случайно совсем какими-то окольными путями попадали в дубляж и за кадр тогда много было за кадр а у тебя сразу получилось ты закончил сразу бы не сразу пошел озвучить серёж меня взяли как актера кино на студию горького я начал сниматься потихонечку это главное рыча пошел во в гиг я обожал мой кумир вячеслав тихонов штиллец и через какое-то время его дочка пришла к нам на курс там на 2 и мы там подружились естественно я с кумиром общался лет двадцать вплоть до его как бы ухода из этой жизни к сожалению вот но я был одержим кино я вообще не знал что такое дубляж мне это не интересовало единственное что есть у нас у всех у театральных в гиков ских выпускников это сценическая речь на логика сценической речи и мастерство актера это вот нас как бы объединяет в принципе это самое основное основное да просто не предмет проф предметы но у нас учили естественно правильно говорить по логике говорить дальше уже это саморазвитие ты это берешь на вооружение эти формулы эти стандарты и как-то обживаешь и становишься бы как бы лучше и обогащаешь себя знаниями и новым опытом но до этого еще надо было дожить и когда попал на студии горького и я как штатный артист должен был выходить на смены и озвучивать гуры например а там по 15-20 человек это и антоник и белозорович и казначеева и германова и весь цвет и полонский и рахленко то есть весь цвет нынешнего дубляжного дела и не только лишь полонский что коллега он звучит не переставая из телевизора вот и я и знаю всех и мы естественно на ты и так далее там не было возраста там был мой молодой артист стрелков и вот мы стоим 20 человек и дублируем какую-то массовую сцену кто вот реплику скажет стрелков и я выхожу а что делать это же психофизика должна работать правильно а полный тотальный зажим и что делать ну что-то крикнуть не можешь могу ну как то это получалось взрослое поколение значит надо мной так потрунивала что же вам волос во в гике у нас не было озвучки мне слова мы ни слова не сказали в микрофон но не было тогда этого направления и так потихонечку в этом массовом порядке вынуждены были приходить все я они и таким образом я вдруг подумал интересно как странно озвучивать своим голосом другого но я слышал что есть дубляж там это все как бы классика мы это все знаем это понятно как и должно выглядеть что я там делаю и вот через какое то время вот это понимание стало приходить сначала мне стало интересно вот это гур история когда стоят взрослые артисты ну естественно уже старожилы студии горького и для них это повод собраться и отметит тихоря и вот ты стоишь вместе с ними вот эти волны гурные вот этой вот дорожки наполняешь своим присутствием потом через какое-то время реплики от реплик пробы уже на роли на главной роли и я так не сдашь сам не знаю как я попал собственно в дубляж а значит смотри давай мы чуть-чуть на тебя остановимся на слове гур ты сейчас несколько раз ударишь мы с тобой знаем те кто занимается дубляжом озвучка знает что такую но те кто нас смотрит не всегда наверное понимают что за гур что что это такое скажем значит гур это озвучивание массовых сцен собрается несколько значит актеров их приглашают среди них назначают главного кто будет рулить потому что через наушники одни наушники даются допустим на там 15 коленчик рулит наушниках остальные мы подчиняются ну как вот дирижер в оркестре есть система условных обозначений главное не сорвать дубль и смейся это брак а тогда это же не цифра это же вну пленка реально аналоговая пленка напыление и мы по ней работали вот закольцовывается дорожка склеивается и видео дорожка и соответственно аудио и вот записывается на аудио наше присутствие которое потом накладывается вручную на вид на видео пленку на кинопленку даже не видео кинопленку и таким образом вот мы должны абсолютно точно попасть в эти волны активности потому что если мы не попадаем мы все там 15-20 человек это переписываем потому что но мы промахнулись следующий этап это запись реплик которые уже встраиваются записываются на отдельную дорожку встраиваются в эту в гур дорожку это уже там режиссер монтажа этим занимается и таким образом значит возникает эффект полного присутствия большого количества людей в нашем исполнении но уже по-русски и на экране почему надо это делать когда на в оригинальной дорожке вот допустим иностранных компаний звучат реплики или реплики главных героев положены на вот этот гур так называемый его невозможно взять потому что на нем звучат иностранные слова иностранный голос на странном языке вырезать это невозможно было это может только переписать и наложить поверх и туда обживить вот эти реплики по-русски конкретные то есть сначала пишется поле гура потом в него встраиваются вот эти дорожки потом это все сводится в одну запись и получается одна как бы вот эта кинолета кики кино лента с аудио дорожкой 1 вот это кино и выходило тогда в кинотеатры вот за счет вот работы и включения этих вот огромных аппаратов для демонстрации вот но что произошло потом в какой-то момент это 89 год я закончил гиг студии горького до 94 года стала увидать дубляжная тема актуальность ну появились после 91 года развала все равно еще тенденция была к и дубляжному производству на студии горького но появилась вдруг в какой-то момент когда рухнул это железный занавес очень много контента я думаю это в году наверное в конце 90-х появилось много кино и телевизионного и кино и всякого разного и это все стали писать быстро здесь и сейчас и эта техника это форма озвучки называется закадровое озвучивание или как мы его знаем за кадр то есть когда мы сидим по 45 человек и озвучиваем здесь и сейчас то что мы видим на экране но при этом нам дают разводку по ролям ты там такой такой ты такой ты такая такая ты мы в режиме диалога за героев должны это все делать вот что называется с листа но это же сказать так легко это даже чуть целая техника это же внутри должна быть подготовка и вот однажды владимир владимирович антоник подходит ко мне и к уже я там оперился уже уже роли писал уже смоктуновский со мной был в паре ли я с ним и мы писали по этим кольцам фильм где он играл какого-то боя республики нашей союзной а я его сына и мы иначе с ним вот стояли несколько смен вместе это озвучивали и подходит ко мне антоник и говорит сушит и и вадик курков его с нами нет чуть старше меня на курса 2 наверное на курс вот одна курс это четыре года у меня к вами к вам есть дело в за счет и заказа как бы нет но это когда мы вы сидим и вот тут же озвучиваем фильмы мы говорим но мы никогда не делали это ну как тоже дублировали ну да ну я же вижу как вы нормально работаете мы все уже в одной команде ну приходите тогда-то тогда-то мы с владиком приходим значит нам антоник рассказывает это фильм коппол из гори мы его должны записать на три голоса я беру все мужские взрослые поскольку он старше нас есть вот дай бог ему здоровья совершенно гениальный исполнитель аудиокниг у него есть своя как страничка да или как когда ютьюбе в рутюбе как это называется свой канал свой канал называется литературный театр владимир антоника послушайте слушать это ну классик современности исполнительского искусства совершенно потрясающе я на него тоже учу ребята слушайте повторяйте от внешнего к внутреннюю хотя бы а потом уже докопаетесь до сути ну вот он нам эту дал разводку мы всех молодых ягод всех взрослых ну сидим включается видео уже это было на бетоками по было что-то бетокам это такие огромные помнишь да даже кассеты тоже с аналоговой пленкой которые мотались вот так то что каждую минуту возили кто-то ошибся с подхватом это было невыносимо но по сравнению с огромными бобинами это еще ладно это как а какая-то техника технология какой какой-то прогресс пришел дает до цифры было еще до сотовых телефонов началась картина антоник фильм форда фрэнсиса форда копполы изгои бархат ну типа твоего уже одна фактура фактически пробархатил все и какая-то началась там движуха мы с водиком а друг на другом это ребят учу тайм-коды же есть то есть указание когда вступать в тексте же все там понятно но как в дубляже же научу мы второй раз прийти воде к шоке постарше меня чек опытнее писал я первый раз в этой технике работаю я не знаю я ну ребят нам еще не сдавать надо в володе ходит нас еще патру не подгоняет я ну как как ну подожди как я не понимаю в чем проблема я володь дело в том что дубляж это смотрим пишем а то что ты нам приду предлагаешь это мы смотрим и сразу пишем то есть мы даже несмотря получается пишем то есть вот такая вот как грим с листа как свиста как говорил наш незабвенный вот такая же и мы так с ним беспомощно я не понимаю другого и все не работа не включаем нет у нас не вижу текста наперед не 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 нет партнерства у нас то что и он не знает я не знаю ты да ты каким-то образом узнал ну понятно и работает давно и опыт и сообразительности техника психофизика чтение с листа все было при нем и остается высочайшим естественно качестве исполнительского искусства мы записывали два часа по моему фильм идет шесть часов шесть часов ну да там сложнее сейчас тогда все проще ранену точку а тут отмотать надо на минуточку есть стандарты например документалка хронометражем 50 минут должна быть на 4 голоса записано за час 10 час 15 соответственно фильм кополы два часа должен был быть записан ну как минимум за три часа как максимум я бы сказал мы писали то есть в два раза за счет отсутствия техники так вот к чему я веду и какой я вывод делаю то что вот закадровое озвучивание вот эта техника эта форма это наиболее сложный с точки зрения включения управления собственным телом объектами внимания процесс здесь важнее чем дубляж здесь же еще нужно научиться переключаться с одного персонажа на другого особенно если они вдвоем находятся в кадре нужно переключиться я насколько помню не помню кто говорил но как раз тоже вот из мастеров того времени что люди которые были за кадром это были белые воротнички дубляжа вообще озвучки ну ты знаешь ну я уже рассказал свою историю это был какой-то закрытый как и ждет форум то есть это но какие то только вот мы этим занимались и мы мигрировали мосфильм студии горького все у нас было две позиции кстати на мосфильме ярослава георгиевна турулева была ассистенткой я ее помню прекрасно и она меня помнит вот до момента ухода мы прекрасности там виделись там но в ее проектах я мало звучал это уж как бы ну мы как-то разошлись и не не встречались то что я очень долго сидел на за кадре как раз воспитывал кадры дубляж тоже меня не забывал плюс у меня кино еще есть с снимаемый артист был его до недавнего времени остаюсь им и оставался скажем так убил зоровича в трех проектах последний раз снимался вот режиссер дубляжа пожалуйста стал режиссером художественного кино 15 лет он меня видел больше ой стас я тебя позову в кино ой я тебя позову ну на дубляж звал ой какой как как какой мой об как правильно как ты позову тебя позову я глюнь до 15 лет мне говоришь это сейчас уже как бы больше ой позову позову вот точно 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 позвал золото лагина прекрасная роль хоть и отрицательная и там буквально на там на следующий год там или там через год алекс лютый дело шульца тоже самое отрицательное совершенно другая роль и вот недавно книжная милосердия прошла блистательный сериал в его режиссуре камерность точность вот эти вот линии все выстроены взаимодействие характеры жанр ну прекрасная работа пожалуйста вот что дает актеру вот развитие но полное понимание профессии да и актерской и режиссер дубляжа пошел учиться дальше и пожалуйста и получаются шедевры у меня есть аналог сейчас мой выпускник александр зачиняев щукинское театральное училище попал ко мне по дымке выгодите дымки писать кому смотря кому я же говорю ребят конкуренцию никто не отменял никто во мне ой по дымке приходите на главную роль этого не было никогда и не будет никогда позовут на эпизод как от миша тихонов даже мои почему приходить ко мне на горы там он смотрит что как раз репличку вторую третью и уже у него есть свое собственное мнение они путем там может быть вылезы на этой дымке она же может вылезы на так ко мне попал зачиняет я получаю дымку чинишвили 2 это будет круче это будет это приходит саша зачиняев а вы пока погуглите там кто это такой сейчас и поймете о чем я рассказываю куда я веду он и я буду работать такой в такой студии приходи мне вот одна студия прислала твою дымку это здорово приходи приходи в другую я там режиссер дубляжа он приходит и одну иди . микрофон он встает и молчит ягнул текста говорить и выше а какой вот у тебя текст тайм-коды что я тайм-коды то есть это секундомер экранного времени а тайм-код это время произнесения реплики по вмонтированному этому вот секундомеру ну как ты же показал мне это в дымке в результате я выясняю значит какой-то очень талантливый звукорежиссер двадцати одного летнего парня и прочих там молодых обнадежил ведь мы вам сейчас в тянем туда вам это выстроим и вы будете звучать но я не знаю насколько это порядочно там но профессионально сделано абсолютно насколько это перспективно не 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 до сколько потому что он стоит микрофона ничего не может там это говорит не может крикнуть да здравствует а не энергии и психофизики где профессия непонятно у микрофона это абсолютно по-другому работа в театре на театре как говорят да и детстве же работа в кино может быть это она это но внутренний процесс если глаза пустые значит артист плохой это вот закройте и посмотрите чем делом я там много если глаз ничего этого не выражает зачем тогда смотреть таких артистов то же самое касается голоса мы сереже действительно очень давно знакомы и с уважением и с вниманием относимся и к себе и к тому делу которым мы занимаемся вот и я бы сказал даже мы вот обогащаем дополняем вот это направление работы с голосом понимаете реклама нужно как я на своем курсе нужно ребята вот есть образец как вот к антонику отправляют так и вывод есть его стрельцов пожалуйста к нему почему дело не не в красоте его голоса а в той самой техники которая помогает его голосу выполнять задачи это может быть реклама это может быть драматический какой-то текст какому-то фильму и я вот сижу и я не могу оторваться это нутро а и кстати говоря если вот говоря собственно волосе выстрельцова поскольку я в гостях я должен про хозяина говорить дома что называется вот для меня это все равно что смотрите игорь кириллов который в свое время исполнил минуту молчания даже не вас это невозможно слушать это настолько это достал высочайшего уровня драматического искусства тоже самое могу сказать и о том что делать серёжа реклама это тоже произведение искусства коротенькая маленькая но ее надо сыграть и не показать свой голос а этим голосом представить рекламу то же самое тексты сложнейшие совершенно конструкции логически невероятно но это все так как-то умело и как бы легко как он это замечательно показывает и в этом профессия тоже эти и когда вот за кадр хлынул извини я не даю тебе сказать я вот такой мнение не я едет я тебя слушаю всем слушать даже люди пишут что невозможно заткните стрелкова пишем мастера прервать пишут заткните стрелкова нет не могу молчать как толстой позвали слушайте вот поймете то есть здесь ну конечно энергия конечно понимание что я произношу о чем я говорю что я они пишут некоторые в контакте а станислав здравствуйте послушайте пожалуйста мою озвучку и начинается я дорогая добрый день здравствуйте а вот это а лидом а лидом а прекрасно а мы с тобой пойдем а нет мы не пойдем я пишу песня замечательная мне в ответ в смысле песня ну ты же спел и же снял интонацию английской мелодики да у них все стремится наверх послушайте как они говорят у них точек нет это проблема многих сейчас молодых ребят которые пытаются что-то делать озвучить и они пытаются снимать интонацию оригинального языка это неправильно неправильно вот и результат да а еще у многих такая проблема еще станиславский об этом говорил не надо любить себя в искусстве любите искусство в себе такая же проблема бывает у многих ребят которые пишут демо они наслаждаются собой микрофон и я так люблю свой голос серёжа я сниму рожусь я с ним засыпаю я получаю от него такое удовольствие мы тоже любим твой голос а ты любишь свой голос я даже дать по поводу тоже вот например в их роли есть честно что ты озвучил мини-сериал до пингвин до в главной роли самого пингвина это очень интересно само погружение потому что ты я смотрел некоторые эпизоды маленьких наш сам сериал пока еще не смотрел вроде бы нельзя их посмотрим можно уже больше уже можно уже я я я пока смотрел только эпизоды и вот это твое погружение тут есть замечательно такая вещь как психофизика этом как раз отходим от тех людей которые наслаждаются своим голосом в кадре и переходим к тем людям которые каждым которые понимают еще одно выражение и неологизм в то время станиславского слова действия до слова действия и вот расскажи пожалуйста для многих тоже интересен сам процесс погружения в эту самую роль ты же это игра актера это не игра голоса это это актерская игра нутро ты как-то работал с этой ролью расскажи как ты в нее погружался но для этого до коли тяжело ли для этого должен небольшую сделать предысторию вам рассказать это микс из ролей которые раньше меня сопровождали и мне были доверены это гюнта родим в каменные сердца ведьмак 3 и майк майерс фильме терминал 2 или конченая в нашем прокате с марго робби и пегом и это вот ну как как это бывает это вот ну как бы техника и мастерство в одном флаконе дальше уже идет талант или там степень одаренности который позволяет это сделать вы как бы точно в листа и выполнить задачу но опять же фамилия белзарович прозвучал звонит мне элен григорьевич стасик я где-то в интервью же это давал что делать четверг работаю тебя до приходи на полтора часа будет интересно все неделя прошла я приезжаю пифагор был тогда в полном здравии что называется и в активности ведь смотри я вижу бэтмен последний а ты антагонист бэтмена пингвин так ну посмотри что он делает там этот начну я естественно в курсе был что премьера вот 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 стартует и в русском дубляже колин фаррелл и плюс 5 килограммов грима ну вот что когда что делать с собой когда он и ты начинаешь вот эту подстройку подкрутку покажи сильную долю покажи покажи слабую долю пике ну и что смотришь на действие за действием отвечаю значит включаешь мотор свой психофизический который позволяет и выключить переключить вот это пингвин вот и когда ты уже голосовой это подстроил уже все уже дальше не важно объем текста это уже не укладка была хорошая а укладка была хорошая и но прекрасно уже сам еще и укладчик блистательный и работает потрясающе вот так работает до зарубить так работал кстати снимался у гайдай так работает гайдай так работает сергею судя который в 3 тоже снимался фильмах а вот никто ничего не кричит я доверяю дайте счастье это сделать и когда дубль записать то есть работа нервная не то что мы все при вот а я сейчас запишу там ребят счетов ну нет я не знаю конечно таких дураков но они как терству профессии мало имеют отношения это серьезный процесс это ответственности доверили ну как тебе доверяют ребенка там за жена там кто там друзья посиди ты ничего не сможешь делать то покорми то папа это это то то это тоже самое вот роль это ребенок наш да вот скажи смотри тысячи сказал о том что приходит пытаются что-то озвучить и используют голос без актерского образования ты лишь это актерская работа да как ты относишься к тем молодым ребятам которые так пытаются нахрапом взять и без актерского образования говорят мне это не надо у меня прекрасный голос я смогу ответ простой я отвечал на него на этот вопрос очень много раз значит можно ли озвучивать фильмы работать у микрофона без актерской профессии слушайте ответ внимательно категорически нет категорически вопрос следующий а если очень хочется то можно можно но если ты знаешь законы этой профессии законы звучащего слова основанный на психофизическом переключение тогда может то есть это чистая актерская профессия то есть кто знает тот работает диплом что-то но много у нас дипломов и шо и шо это у нас вот у меня я горжусь диплом гика он обеспечен моим качественной моей работой и это не сама похвала но это моя работа как я я должен знать все нюансы я должен уметь все у микрофона да не сразу это дается не сразу открывается но я-то понимаю что если меня зовут туда 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 то ну как бы мне доверяют вот сейчас позвали на компьютерную игру не могу сказать пуща же подпишется все да 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 под грифом секретно даже не называю где и чего на полтора часа приезжаю решу привет привет наконец-то мы вы это вот садимся писать вот посмотрите тексты голоса голоса нет из черновой но голос нужен тот который вы сможете сделать и обратку вы знаете подсоединяется как производитель компьютер как разработчики разработчик и стас привет ты меня узнал это я вот тебя вызвал мы под тебя написали роль компьютер к в смысле но внешне я не внешне не ты голос твой твоя значит не буду показывать твоя вот тут и когда-то показывал мне это говорит оператор с которым звукорежиссер которыми одну потом естественно знал с которой когда-то работал года четыре назад он запомнил как я дурил показывал кривлялся вот вот это мне надо именно поэтому тебя вызвали мы этого героя видео в твои озвучки . это работает спустя какое время отложенный старт а тебе подумали ну и все записали кайфанули круто круто понимаешь вот поэтому законы надо знать мало хотелок много посмотрите а а вот эти подъезды а потом получаем пародию в машине едут а я иду на свадьбу а я это назвать а тогда да ну что это такое зачем подъезды это от незнания нельзя считывать ничего от них кроме действия кроме состояния кроме синхронность это дубляж кроме мимики кроме дыхание один режиссер очень известный дубляжа позвал меня на дубляж ну периодически вызывал а роль я жду мы возьмем звуковые так я не сыграю если они будут дышать дыхание это же физика до горит роль надо продышать ну как как и ну ну как там он он там не дышит но ты не сыграть что они делают звукорежиссерский цех ты никто не закрывал они потом при монтаже подрезают и этот градус который мы видим на экране с перебивкой на другие сцены у артиста то есть на на пленке скажем так просто когда мы к нему возвращаемся визуально он дальше идет разрабатывать и поддерживать градус героя а мы через сцену опять не опять с нуля а выключился опять с нуля поэтому дыхание это подтверждение что ты правильно включен а дальше уже физика рождает состояние и она звучит эмоции в голосе вот такая формула меня лишь одна бездельница на курсах не 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 сдавала домашки а их много достаточно миль скажите а если какая-то формула вот так вот как-то впрыгнуть впрыгнуть в озвучку я есть включить нутро разобраться с логикой и заняться пластикой галочки чтобы голос был разный и мгновенное перечисление значит что первое научитесь просто вот что сергей вам говорит показывает и говорит и показывает вострецов значит чем он занимается он вам помогает и правильно делает оживить текст то есть мы должны научиться сначала оживить просто оживить текст чтобы он был живой разговорный если это рассказ если это реклама зачем мы должны представить вот так чтобы каждому из вас захотелось поэтому приходите на курсы вострецова оживить текст дальше художественное слово со всеми составляющими точки переходы оттенки голоса как результат психофизической реакции на события ли там оценка оценку авторов это же с листа это же быстро это же является и техникой в закадре переходящий в дубляж только в закадре мы работаем на 40 50 процентов от крупности это эмоциональности а в дубляже на 100 но включенность и там и дубляже за кадре в дубляже стопроцентно изначально по поводу как раз вот этого образования по поводу обучения я хочу показать вам три книжки три книжки которые были записаны написаны станиславом называется искусство озвучивать фильмы дубляж в поисках правды и голос как бренд три книжки это все написал станислав и там есть вот как раз такое погружение и в профессию и в озвучку и в то что необходимо по крайней мере хотя бы хоть на начальном этапе знать что вам нужно чем нужно обладать для того чтобы уметь озвучивать фильмы вообще работать с голосом еще хочу сказать одну очень важную вещь эти книжки я держу в руках не просто так потому что эти книжки достанутся кому-то кому-то из тех кто придет на курс диктор про который стартует 18 числа это еще не все так маленький секрет раскрываю станислав стрелков будет одним из экспертов на курсе диктор про на модуле дубляж и там поделится своими какими-то секретами расскажет о том как правильно погружаться в эту самую роль ну это мы отдельно еще поговорим я не буду раскрывать до конца что же там будет точно 18 числа стартует курс это уже следующий понедельник а это уже послезавтра так что спешите подключайтесь я можно сделать небольшую паузу да мы чуть передохнем я хотел бы сейчас вам продемонстрировать ну соответственно сам курс если вы позволите немножко описать самый курс диктор про стартует 18 числа курс проходит онлайн вы можете находиться в любой точке мира как многие делают есть много учеников которые живут например кто-то в праге кто-то в великобритании в лондоне есть у меня ученики в сша в калифорнии девочка актриса кстати тоже она гильдия актеров обратилась ко мне получилась там тоже хочет научиться дублировать можно находиться в любой точке мира вам для этого нужно только ноутбук интернет микрофон и желание и желание в первую очередь без желания никак про экспертов давайте вам расскажу эксперты несколько экспертов звукорежиссер константин чистопол который расскажет вам о том как работать со звуком как его чистить также экспертом будет виктор приворотский мне кажется ты знаешь вич приворотского он руководитель продакшен отдела газпром медиа радио в этот на продакшен входят такие радиостанции как авторадио радио energy comedy радио юмор fm и вся реклама которая звучит на этих радиостанциях она проходит через виктора виктор проведет очень крутой мастер-класс по озвучке рекламы это незабываемый опыт очень то есть тот опыт который невозможно просто так приобрести приобрести даже за большие деньги через это нужно пройти будет анна федорова это психолог логопед проведет мастер-класс лекцию на тему зажима челюсти и голоса психологические физиологические ну и вот еще также эксперты станислав стрелков наш сегодняшний гость и дементьфи илья нужно да он топ голос литрес я его вручал на литрес я кстати в этом году член жюри тоже я тоже закрыв декабре у них да да я сидя сейчас отсматриваю отслушиваю вот шорт-лист и я тоже 21 человек я уже я уже отслушиваю 21 ну вот видишь хорошо так дальше несколько модулей первый модуль посвящен аудиокниги мы учимся с вами работать с интонацией с текстом будут голосовые практики здесь как раз в этом модуле у нас будет в качестве эксперта илья далее модуль реклама мы учимся озвучивать рекламу это не теоретический курс это практический мы будем заниматься мы будем пробовать мы будем озвучивать третий модуль посвящен закадровой озвучки мы будем учиться озвучивать документальные фильмы здесь же попробуем компьютерные игры поработаем над арфа и пи также вот как раз модуль актерское мастерство там будет в качестве эксперта станислав стрелков пятый модуль мы поговорим про монетизацию расскажу о том как можно с этим всем себя продвигать где искать заказы как работать с клиентами есть определенные какие-то юридические правовые истории этому все обязательно затронем и есть еще шестой модуль он для тех кто может приехать в москву или те кто живет в москве это работа в студии два дня работы в студии по три часа суббота воскресенье мы выберем уже в конце обучение этот день вот наверно вся основная информация можете переходить по этому qr-коду и также у вас есть ссылочка для тех кто сегодня у нас присутствует до завтрашнего дня будет супер скидка и потом мы закрываем закрываем наш наши продажи давайте расскажу о том что какие у нас есть тариф есть два тарифа тариф про сейчас он стоит со всеми скидками 69 тысяч рублей что в него входит доступ к курсу после окончания обучения обучение длится два с половиной месяца после этого еще три месяца у вас доступ ко всем материалам которые есть получать условно 6 месяцев у вас доступ ко всему а проверка всех домашних заданий мной лично обратная связь от меня нет никаких кураторов есть только я и вы вот могу сказать это очень важно это очень прямой доступ к тебе как ну к создателю курса как ничего который владеет этой профессии абсолютно это очень важно и как раз вот эти твои отзывы на исполнение они будут формировать дальше людей как им выстраиваться что что им каждому делать с собой когда это очень важно потому что думаешь вроде бы все получается но без обратной связи ты не увидишь те маленькие нюансы которые могут пройти незаметно для тебя дальше будет пять групповых занятий онлайн давайте расскажу как вообще строится сам курс то есть каждый модуль в нем записанные видео уроки они открываются три раза в неделю понедельник среда пятница но в конце недели мы с вами встречаемся лично онлайн и прорабатываем обсуждаем тему если это аудиокнига мы читаем если это реклама мы озвучиваем рекламу и также плюс еще к этим пить он групповым онлайн занятием все встречи с нашими экспертами тоже онлайн помимо этого я размещаю после окончания курса и после записи вашего демо я размещаю ваши голоса в своей базе голосов я периодически провожу разные кастинги у меня заказчики ко мне обращаются чтобы озвучивать рекламу за кадр и я буду разумеется предлагать в первую очередь ваши голоса после окончания вы получаете разумеется сертификат и плюс к этому всему еще подарки разбор голоса от меня или может быть ваших каких-то рабочих вариантов я его разбираю и доступ к курсу мастер голоса это самостоятельное прохождение а также есть тариф vip это уже для тех кто собирается приехать в студию он сейчас стоит со всеми скидками 99 тысяч что к этому вам прибавляется 10 месяцев доступа ко всем материалам на получается уже целый год плюс еще два с половиной месяца обучения 5 групповых занятий со мной одно персональное занятие со мной лично отдельная вип-группа два дня работы в студии запись вашего демо в студии и также подарок разбор вашего голоса и доступ к курсу мастер голоса вот наверное это все что мне хотелось сказать сейчас такая маленькая история на правах рекламы я бы сказал маленькая история но очень насыщенная да то есть ну то как ты говоришь допустим меня интересует вот голос вострецова как он это делает я пошел я показываю но я говорю не то что ты рассказываешь показывать и выстраиваешь я же на слежу за тобой за твоими публикациями ты выстраиваешь ты людям людей снабжаешь инструментарием нужным я со своей стороны так же делаю точно но в чем тогда работам наставника и ученика да ну как раз в этой передаче вот этих наработок знаний так что да и кстати еще вот мы сейчас это не было запланировано это сейчас произошло перед тем как мы начали эфир на я сейчас чудо думал мы с тобой поговорили я сейчас сюда думал на встрече с со станиславом мы сделаем небольшой конкурс самый лучший из учеников по мнению станислава мы выберем вместе коллегиально получит подарок от станислава может быть может быть лучших три лучше говори первое место 2 3 вот мы выберем трех человек и подарим книжки искусство озвучивать фильмы дубляж в поисках правды и голос как бренд все естественно с автограф конечно все книжки будут подписаны для вас лично да вот хорошо у нас у нас есть еще несколько минут давай может быть мы ответим на вопросы которые пожалуйста я видел там есть там есть вопросы друзья сдавать вопросы станислав на них сейчас ответить да кто-то опоздал спрашивают будет ли запись эфира запись эфира обязательно будет там есть небольшие проблемы у нас со связью то что сейчас у нас пишется то что идет параллельно записывается я еще отдельно выложу вы сможете посмотреть да у нас небольшая задержка люди пишут не сразу задают не сразу вопрос то есть они задали дать посмотрим что тут есть вот екатерине лесничий посчастливилось участвует гури кати кстати она живет в праге вот мы учениц окей мы мы пока что ждем зави запись будет да еще раз повторюсь ну я могу от себя тут еще кое-что добавить значит любая деятельность у микрофона это я для себя вывел и сергей подтвердит это не спонтанные действия потому что когда нас призывают выполнить какую-то задачу мы должны понимать как мы должны выполнить не выбиваясь из рамок этой задачи поэтому вот та самая техника который мы говорим и собственно азы мастерства потом мастерство и собственно талант и вдохновение в редком случае это все дают нам ну как бы основание надеяться что мы задачу выполним правильно всякий раз когда я иду на озвучку к микрофону на компьютерную игру там мультфильм или что еще я немножко все-таки волнуюсь здесь такой еще конечно я залзи не всегда волнение всегда им меня вот ученики спрашивают дома вы принимаете все нормально у меня а я прихожу сюда ну как будто бы то я теряю ну например вот тоже могу чуть-чуть со спойлерить кое-какую важную информацию со своего курса вы наверняка знаете что такое документальная картина многие разные иностранные так сказать компании предлагали нам их свое время но они сейчас есть в доступе любая документальная программа она пишется на четыре голоса той на четыре позиции важных это рассказчик или диктор и эксперт там по-разному ведущий это монолог на камеру исповедь то есть воспоминание о том как было тяжело или радостно например несколько времени назад какое-то время назад когда снималась программа это действие героев в кадре реакция на что-то непосредственно и титры надписи то есть вот это вот этот как бы квартет исполнительский он присутствует почти в каждой документальной программе чтобы это воспроизвести на один голос в чем мастерство и техника эти все моменты их надо проработать без этого невозможно отделить рассказчика который должен быть крупнее по подаче не путай с туда подача эта энергия в голосе и шепот может быть крупной подачей но и не говоря уже о присутствии голоса и остальные вот они также выстраиваются прорабатываются в своем сегменте и это все создает ощущение управления ты знаешь садишься приходишь и четко расфасовываешь как это должно быть урана записи спустя какое-то тренинговое время поэтому то что предлагает вам сергей этот тренинг это раскачка вашего голоса и знакомства вас самих со своим собственным голосом и главное с его возможностями я сейчас как мне рекламирует сергея ну как-то неуместно то что у первых он давно на этом рынке наставничество это его сегмент мы никак не пересекаемся но в том самом моменте когда я тоже рассказываю про рекламу показываю даю задание так далее но оговариваю есть действующий федеральный диктор есть наставник который разбирается в этом но абсолютно и перенаправляю кому это нужно интересно собственно господину вострецову это работает так и когда мне говорят о и вот ваши конкуренты у меня конкурентов нет у меня лично конкурентов нет может я для кого-то конкурент за счет там трех книг там отзывов на яндексе там пятибалльный как бы шкале высший бал там ну ради бога пусть считают подсчитывают я считаю что у тебя тоже нет потому что я не знаю и не слышу и не приходит ко мне информация кто так серьезно занимается вот этой темы передавать куда-то чушь под свою то грести надо надо что-то вот ну отдавать надо даже те люди которые преподают все равно так или иначе люди приходят на человека конечно они приходят конкретно к тебе ко мне тоже когда обращаются я всегда направляю именно к тебе это правда спасибо так у нас тут есть вопросы такой интересный вопрос инна григорьева сплаша спрашивает зачем делают аудиокниги под музыку вообще любишь озвучивать аудиокниги я не люблю озвучивать аудиокниги последний опыт у меня был несколько времени назад какое-то когда мне предложил одна студия озвучить мою собственную книгу искусство озвучивать фильмы извините за тавтологию и мне предложили так либо мы тебе платим гонород как автора как исполнитель или там какая-то приличная сумма была или мы в пополаме работаем то есть 50 на 50 по результатам продаж этой аудиокниги и когда мой второй вариант ну это как-то честнее ну как я сейчас за себя же буду не пройдет что произошло после моего согласия я редактировал почти каждую страницу потому что написанный текст не всегда читабельный вслух и я редактировал каждая практически там по 10 правок на страницу было я измучился я писал вот эту книгу значит она звучит 6 часов я писал ее часов наверное 20 потому что правки требовали времени и так далее а другие литературные произведения час записной час я писал час 30 да ну такой средний коэффициент средний коэффициент 1 час 30 то есть это здесь работа но художественное слово в абсолюте с листа художественно образно и так далее тогда жанр естественно учитывая ну вот и у меня это как бы нормально получалось но это каторжный труд это правда ревят тяжело это тяжело вот кто кто-то любит кому-то нравится это рассказываю отвечаю на твой вопрос вот насчет музыки я не случайно вспомнил про деятельность владимира антоника потому что вот этот его его совмещение аудиокниги и радиоспектакля в единое творческое звучание под названием литературный театр владимира антоника вот этот театр слова сама она она подразумевает и музыку и прорисовку подробно характеров ну допустим в аудиокниги просто аудиокнига если мы не обязаны показывать возраст а он это делает потому что у него форма он придумал форму он слил аудиокнигу единое понимание испанны и радиотеатр шутка родите но этот театр где все звуки музыка форточка там шум птички и так далее в аудиокниги это не должно быть музыка может быть для восприятия и и используют вот он это делает вот этому в миксовом плане абсолютно очень грамотно тонко и правильно ну например в аудиокниги там вот старик подошел к этой девушке и сказал дорогая можно я тебе помогу я много чего повидал в этом мире и готов поделиться с тобой да это аудиокнига что делает антоник но пример старик подошел к девушке и сказал дорогая если бы тебе и тебе интересна эта тема я тебе помогу потому что я много чего знаю и готов поделиться сразу образ конкретный образ старика но это пример давно там его на разных других материалах на классике это слышно вида и он имеет на это право потому что у него такая форма но это аудиоспектакль а литературный до литературный театр владимир то есть у него автор идет как бы от аудиокниги рассказчик все-таки аудиокнига это я рассказываю историю и цитирую героев которые там присутствуют в этом сюжете там сцене и так далее да то есть любом случае это передача диалога мы пойдем ты сами я не знаю но когда ты узнаешь спросил петя глядя на ваню когда поправлюсь тогда то есть это живой диалог что такое живой диалог это темпо ритмические изменения что такой рассказ к формулу рассказы я наш выдал выдал тут формулу рассказа что такое рассказ а не читка рассказ это аритмия всего то есть аритмия если допустим в кардиологии это плохо ну понятно что то не в порядке то здесь разное все посмотрите на дорожке который с которыми мы сейчас вот соединены аудио в аудио формате а мы же вот так разговариваем это и есть фактически ну живое исполнение так вот делается аудиокнига ну правда так должна звучать то есть мысль должна живо значит с учетом разной скорости разного ритма подаваться это разное звучание голоса как отражение разного разных эмоций автора по отношению героем или в описании чего-то на вокзале николаевской железной дороги встретились два приятеля один толстый другой тонкий толстый только что обедал на варке все начинается вот погружение почему потому что мы указали место локацию на вокзале николаевской железной то есть выделили кто толстый представить тонкий все мыра подключаемся к вашему восприятию и у вас пошли образы слушайте антоника слушайте мы рисуем и головы абсолютно кто не понимает а что начали свою посмотрите пожалуйста где-то на ютюбе на рутюбе есть ускоренная работа сергей андреяки акварелиста нашего ушедшего к сожалению как вот он из простого карандашом там наброска превращает лист в живую собственно плоть арбуз там арбуз скатерть золотая золотая искать а все это сделано чем акварелью то есть кисточкой разными красками и водой мы тоже самое эти оттеночные моменты они у нас тоже присутствует в голосе и они присутствуют продолжим дальше вот и сейчас начал уже немножко передавать голосом образ здесь спрашивают можете показать одну-две фишки закадровой озвучки что у меня фишки не не знаю насчет фишек я знаю что два на два голоса если один актер озвучивают закадровом варианте весь фильм соответственно это но что же самое его к рассказу возвращаемся это разные все только не мы выстраиваем эту разницу а уже герои авторы фильмов за нас это сделали нам это надо считать правильно и выдать если герои два героя говорят чуть выше чуть ниже если три говорят выше ниже выше ниже 4 и так далее выше пойдем да ты с нами я не знаю но с учетом состоянии эмоции и скорости говорения то есть темпо ритма каждого один говорит быстро и грустно или наоборот медленно и грустно другой радостно и быстро и мы должны вот техника в чем переключиться с одного на другой вот в живом становится в живой записи потому что мы видим картину у нас текст и мы с учетом то что мы умеем считывать с листа мы это все создаем в пределах 40 процентов процентах от крупности и от эмоциональности героев мы не можем в закадре вот так вот подробно потому что тоже дубляжная форма или там мультяшная дубляжная это другой фильм тогда и другое кино жанр может быть такие сдержанные эмоции сдержанный да этот 40 кстати вот тоже как раз переключение от одного персонажа к другому меня часто спрашивали о том как можно переключаться когда несколько персонажей говорят я придумал такую фишку берешь вот в самом начале когда появляется персонаж только идет его какое-то описание у тебя в голове он нарисовался находишь картинку в интернете который максимально похож на этого человека и вешаешь себя на стол и все и каждый раз в окно утреннего смотришь на него у тебя сразу происходит такое маленькое переключение а вообще все внутри да все внутри кто не знает что такое психофизика но пожалуйста отожмитесь пробегитесь прочитайте текст или там это башню или рекламу до физических упражнений запишите и прочитайте после физических упражнений и вы услышите как вы звучите разница колоссальная еще такой вопрос здесь где было екатерина спросила самое любимое упражнение для голоса есть такое упражнение знаете у меня но самое ну как бы приятное любимое это мычать и разрабатывать открывать резонатор вот сергей будет с вами проходить наверняка это когда вы ложитесь дома на какую-то жесткую поверхность на паластом на ковер но не на мягкую значит кладете руку себе на голову и на меня кремич когда и начинаете мычать любую мелодию подвисаете на последней ноте потом дальше ниже опускать доходите до низа и так вот несколько раз и на каждом понижении мы чите какую-то музыкальную фразу и через какой вот уже вижу про меня уже зуба бара а что такое что такое вообще обертональность это разное звучание голоса вот в этой камерной подачи мы работаем в аудиокниге в за кадром озвучить и камера мы рекламу камер напишем мы не можем кричать в рекоре хэган шалдерс и у зрителей инфаркт миокарда вот такой рубец понимаешь ну как камерно посетите что делает сережа он как бы обволакивает любой в любой запись откройте его как его плотность происходит вас подводит а потом уже на вас воздействует это законы все же в развитии и в самой кульминации он дает вот эту развязку и дальше на финал уходит так все вы пьесы да вот другие так все строится давайте друзья мы сейчас на последний вопрос ответим мне кажется интересный вопрос мне совсем понятный именно григорьева спрашивает как вы относитесь к синхронной озвучки которую делают переводчики как на фестивальных фильмах так и на официальных мероприятиях ну это но такая форма от них не надо не от игры от них не надо не требуется ну как ну просто чтобы ну здесь и сейчас было понятно о чем фильм португальский китайский тогда но почему нет тем более не подготовленная человек с особенно синхронный период на самом деле это очень тяжело они молодцы ну да они не актеры не исполнители они не заставят вас сопереживать но суть вы поймете и сами начнете помогать себе в этом сопереживании эта профессия отдельная да у нас переводчик фильмом и за это к программам это вот текст отредактированный со всеми там нас ударениями непонятными с числительными расшифрованными то что беда не склоняю числитель нет ничего тысячи восьмисот девяносто пяти роз да он говорит от 800 до меня прям уши сразу причем на федеральных каналах говорят и федеральный диктор скажем то это прилично 800 до 800 300 600 доволен чем от 800 800 доволен чем чем одной тысячи восьмею стами двадцатью семью то есть все склоняется склоняется да и тоже большая проблема не только числительный килограмм до программов говорят один килограмм два килограмма десять килограмм до килограммов правильно я с числительными окей хорошо друзья всем большое спасибо что были сегодня с нами я безумно рад горд потому что я знаком и дружу со станиславом я очень рад что за и ты согласился встретиться со мной и поделиться своим вот чуть-чуть совсем маленьким маленьким опытом и я не имею ввиду твоим применительно к нашей встрече огромнейший опыт у станислава еще расскажу что на курсе диктор про который стартует уже в этот понедельник станислав будет в качестве эксперта и поделиться своими уже уже более глубокими знания и познаниями в работе с дубляжа вот так что но не в этот понедельник а там нет 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 какой-то вреда как раз в модуле актерское мастерство буду вас видеть и ответить на ваши вопросы готовьте заранее товарищи потому что я мы можем говорить долго красиво и по делу и вы вот быть слушать а про вопрос забудете друзья спасибо что сегодня в этот замечательный субботний вечер были с нами я оставлю все это в записи вы сможете пересмотреть и жду на курсе спасибо спасибо тебе большое спасибо что позвал спасибо большое за интерес все всем большое спасибо всем пока пока